Мы предлагали неходовое место. Нам это не нужно. Нам свое место интересует. Нам не нужно другое место. Земфира Шамсиева говорит, что уже 15 лет работает в подземном переходе на остановке 7-й комплекс. В последние несколько недель она и другие предприниматели находятся в подвешенном состоянии. Скоро начнется капитальный ремонт, а значит торговля встанет. Дети учатся, надо же за все платить. Откуда деньги брат-то? Ну может кому-то хорошо, нам нет. Я не хочу отсюда уходить. И не буду уходить. И все. В четырех подземках, которые подлежат ремонту, сегодня обосновались 113 арендаторов. И большой вопрос, кто из них останется на насиженных местах после окончания работ. Исполком не ставит задачи, чтобы очистить подземные переходы от торговли. Вы будете там работать, но при определенных условиях. Условия простые. Не нарушать законов, что происходит сейчас сплошь и рядом. Нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы и требования. В 17 подземных переходах осуществляется торговля продовольственными товарами не только в заводской упаковке, но и в развес. Отсутствует централизованное водоснабжение и туалеты. Среди нарушений продажи спиртных и табачных изделий. Некоторые ларьки перекрывают эвакуационные выходы. Со времени открытия этих киосков законы менялись несколько раз. То, что было разрешено много лет назад, теперь под запретом. Я продаю колбасные изделия и всю продукцию по своей точке. Мне Хариков в свое время сказал, когда я с ним разговаривал, мне запрещали, все он сказал, Александр Бакеевич, работал и будешь работать. Пока существует подземный переход, будешь работать. Стационарная организация торговли обеспечивается водоснабжением и канализацией. Я считаю, не очень корректно комментировать высказывания различных высших официальных лиц, в том числе и нашей республики. Обычно говорят так, если не знаешь, как поступать, поступай по закону. Подземные переходы никто не собирается превращать в торговые центры. Строить там туалеты и проводить канализацию, заявили сегодня на совещании. Они должны соответствовать своему прямому назначению. А предпринимателям никто не будет мешать заниматься бизнесом, если они, в свою очередь, наведут порядок и не будут нарушать законы. Светлана Фардиева, Василий Киселев, эфир 24. Игра престолов. Четвертый сезон за один день. В воскресенье.